Аномальная жара в округе продлится как минимум до конца этой недели. Пока на улице душно, жители разделились на два лагеря. Одни успели запастись кондиционером и вентиляторами, а другие отдыхают у водоемов муниципалитета. И если находиться рядом с водой безопасно, то погружаться в нее не стоит. Согласно данным Роспотребнадзора, в округе нет ни одного водоема, который бы соответствовал санитарным нормам. Об этом жителей должна информировать табличка «Купаться запрещено». Собственники земельных участков, которые осуществляют, скажем так, в этот момент досуга населения, должны организовать предупредительные какие-то мероприятия, чтобы люди понимали, что вода непригодна, купаться нельзя. Вчера у Булатниковского в одном месте мы нашли такой знак, других водоем, соответственно, оборудованы такой информационной плоскостью, и мы не заметили. Члены общественной палаты Ленинского округа второй день подряд проводят мониторинг ситуации на популярных докупания водоемах муниципалитета. Сегодня они посетили Большой Людовинский пруд в Молоково. Донести до отдыхающих информацию о состоянии водоема стало главной целью. Чаще всего вода загрязнена не от того, что кто-то шуки жарит или еще какие-то вещи на береговой. Чаще всего это, соответственно, слив каких-то канализационных стоков либо промышленных предприятий мелких, которые находятся рядом непосредственно с водоемом и, естественно, путем поступают в водоем. Вот за этими вещами, конечно, нужно тщательно следить, но это крайне сложно. Здесь вопрос не только к общественной палате, а всем к активным гражданам, чтобы они, соответственно, своего патриотизма местного, такими вещами следили бы и информировали компетентные органы. А пока в муниципалитете можно отдыхать и загорать у воды, но не купаться. Устроить заплыв стоит в разрешенных для этого местах Подмосковья или Москвы. Ближайшие из них на сегодняшний день – бухта «Живописная» в Одинцове или столичные Мещерские и Теплостанские пруды. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин